Михаил Лермонтов Михаил Юрьевич Лермонтов – великий русский поэт, которого знают и любят в России. Он родился в 1814 году в Москве в семье небогатого офицера и дочери богатой помещицы. Этот брак был неравным и несчастливым. Мать Лермонтова умерла, когда он был совсем маленьким. Арсеньева, его бабушка, мать его матери, взяла мальчика к себе и сама воспитывала его. Она не разрешила мальчику встречаться с отцом. Драматические отношения с отцом повлияли на характер Лермонтова. Он рос грустным и замкнутым. Бабушка, умная, властная и твердая женщина, очень любила своего внука. И сделала все, чтобы он получил прекрасное образование. Она пригласила хороших учителей в свой богатый дом. Лермонтов хорошо знал французский и немецкий языки. Рано начал писать стихи. Маленький Лермонтов часто болел, и бабушка ездила с ним на Кавказ на лечение. Кавказ навсегда вошел в жизнь Лермонтова, стал для него любимым местом. Здесь позднее будет развиваться действие многих его произведений. Всегда снова и снова будет возвращать его судьба. «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ», – писал он. В 1827 году Арсеньева переехала со внуков в Москву. Здесь Лермонтов начал учиться в университете, но через два года ушел из него и поступил в военную школу. Он стал офицером. Все эти годы Лермонтов много писал. Это были стихи, проза, драмы. Любимым поэтом Лермонтова был, конечно, Пушкин. Пушкин и Лермонтов не успели познакомиться. В 1837 году, когда Пушкин погиб на дуэли, Лермонтов написал стихотворение «На смерть поэта», которое сразу сделало его имя известным в Москве, а потом и во всей России. Но это стихотворение не понравилось царю. Лермонтов был арестован и сослан на Кавказ, где в то время шла война. Здесь он начал писать свой знаменитый роман «Герои нашего времени». В 1838 году Лермонтов вернулся в Петербург. Следующие три года стали годами его литературной славы. На Лермонтова стали смотреть, как на поэтического наследника Пушкина. В эти годы он написал свои лучшие произведения. Поэмы «Демон» и «Мцери», пьесы, стихи закончил роман «Герой нашего времени». В 1840 году Лермонтова снова сослали на Кавказ за дуэль с сыном французского посла. Он принимал участие в военных действиях. Современники писали о его необыкновенной храбрости. Но сам Лермонтов уже мечтал уйти из армии и заняться только литературной деятельностью. Его очень интересовала духовная жизнь Востока, но он не успел осуществить свои планы. В апреле 1841 года на одном из вечеров в Пятигорске Лермонтов поссорился со своим бывшим товарищем по военной школе Мартыновым. Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. 15 июля 1841 года великий русский поэт Лермонтов был убит на дуэли около горы Машук, недалеко от города Пятигорска. Короткая, яркая, прекрасная и трагическая жизнь Лермонтова закончилась, когда ему было 27 лет. Прочитайте два стихотворения Лермонтова. Горные вершины спят во тьме ночной, Тихие долины полны свежей мглой, Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты. На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна, И дремлет, качаясь, И снегом сыпучим одета, Как ризой она. И снится ей все, что в пустыне далекой, В том крае, где солнце восход, Одна и грустна, На утесе горючем, Прекрасная пальма растет. Задание один. Ответьте на вопросы. Кто воспитывал Лермонтова? Почему мальчик рос грустным и замкнутым? Какое образование получил поэт? Почему маленький Михаил Ездил с бабушкой на Кавказ? Чем стал Кавказ для поэта? Где учился Лермонтова? Кем был Пушкин для Лермонтова? Когда имя Михаила Лермонтова стало известным во всей России? Почему поэт был арестован и сослан на Кавказ? Где Лермонтов начал писать роман «Герой нашего времени»? Какими для Лермонтова были три года в Петербурге? Почему Лермонтова снова сослали на Кавказ? Какие планы были у поэта? Сколько лет прожил Лермонтов? Где погиб Михаил Юрьевич Лермонтов? Задание 2 Расскажите подробно о пребывании Лермонтова на Кавказе Задание 3 Переведите и выучите наизусть одно из данных стихотворений Лермонтова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова